Об изменениях на рынке в сфере B2B в том числе поговорим с Дмитрием Сивалкиным. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как изменился рынок, как изменились взаимоотношения и со стороны ритейлеров, и со стороны клиентов в том числе? Мы как компания опрашиваем производителей и ритейлеров в российском рынке уже 11 лет, поэтому я буду говорить про последние лет 10. Все-таки я бы сказал, что приятный тренд – это то, что с обеих сторон растет доля людей, и компаний, которые верят в сотрудничество между ритейлерами и производителем. То есть вот этот нож, о котором, кстати, сегодня на конференции Ян Дунин говорил, он откладывается подальше во время переговоров и обсуждения каких-то вопросов. Что за этим стоит? За этим стоит несколько тем. Первый – это обмен данными. Обе стороны боятся, особенно ритейлеры, делиться данными, но все-таки все больше и больше даются данные не только по самому производителю и не только в разделе магазинов, но и по категории. Второй аспект – это появляются какие-то импланты, то есть люди от производителей, которые появляются в организации ритейлеров, хотя это только на самом начальном этапе. Что еще из трендов? Ну, категорийный менеджмент, которые вот эти все проекты, которые лет 10 тому назад были еще экзотик, и сейчас в общем нормальное явление, никто не удивляется, что производитель участвует в этом. Если раньше ритейлеры просили деньги от производителя за участие в проекте категорийном, понимая, что производитель будет потом ставить себя на полку и в этом выгода, сейчас все-таки отношения другие. Примерно в такой же стадии, как 10 лет назад категорийный менеджмент, сейчас совместное прогнозирование. То есть уже о нем говорят, уже кто-то пилотно что-то пробует, но у обеих сторон не хватает ни компетенций, ни платформ для обмена данными, ну и где-то, может быть, не хватает смелости. Ну и говоря вот о совместном прогнозировании, как вы считаете, сколько времени еще нужно для того, чтобы наш бизнес все-таки к этому адаптировался? Да похоже, что года три, мне так кажется, интуитивно. Примерно так. К сожалению, что здесь ограничивает? Есть ограничение идеологическое. На стороне, в частности ритейла, по-прежнему много людей считает, что чем меньше знает производитель, тем легче с ним вести переговоры. Но это тоже уходит. Есть альтернативная точка зрения, что если обе стороны говорят на языке данных, то, во-первых, уровень компетентности этого разговора выше и возможность достигнуть что-то взаимовыгодного выше. Значит, вот я думаю, что этот идеологический барьер, ну его, наверное, в первую очередь преодолеют. Второй барьер, конечно, вот это наличие данных, оно должно быть легким, и легким должен быть обмен. Вот тоже, я думаю, что вряд ли это прям будет держать в течение больше, чем лет трех. Поэтому, думаю, что быстро. Надеюсь. Большая часть конференции позади. Скажите, на какие вопросы уже удалось услышать ответы, и что скажете о практическом применении все-таки, да, вот бизнеса, который приобретают на такой конференции? Ну, я-то, поскольку смотрю, мы как компания, мы занимаемся отношением между реферленными производителями, я вижу четкий посыл от Магнита со всех уровней, которые выступали, что сотрудничать с поставщиками – это хорошо. И более того, был призыв – помогайте нам в нашем развитии. То есть для меня вот этот основной посыл, который был. Спасибо вам большое. Удачного завершения дня. Спасибо. Спасибо.